вопрос кто-нибудь поднимите руки кто слышал когда-нибудь что-нибудь про fast reports а то есть то есть таки есть потому что тусовка на самом деле мне незнакомая я вот смотрел кто все эти люди ну для всех остальных чуть-чуть расскажу кто мы значит мы история про b2b наши клиенты это разработчики программного обеспечения бизнесового на самом деле любое бизнес программное обеспечение состоит из нескольких кубиков первое это база данных второй кубик это интерфейс кнопки чекбоксы поля ввода окошки вот это вот все третий кубик в котором разработчику приходится таки что-то писать писать бизнес логику это собственно код где он описывает каким образом интерфейс или клиент через интерфейс взаимодействует базой данных что-то туда сохраняется что-то оттуда вытаскивается но внимание вопрос ко всем а нужно ли все это базы данных интерфейс бизнес логика конечному бизнес пользователю нужно нет абсолютно верно что ему нужно ему нужна одна большая кнопка решить мои проблемы у бизнес пользователя проблема какая ему нужен документ вот мы это четвертый кубик генератор отчетов который делает из данных информацию документы на сегодня мы занимаемся производим библиотеки для разработчиков на платформах под дэлфи и под дотнет до дэлфи все еще жив как цой значит у нас порядка ну уже более 50 тысяч клиентов сейчас мы посмотрели хочу отметить что это клиенты разработчики в частности вот есть у нас такой клиент как сбербанк то есть то что печатается в сбербанке все вот эти отделения это я подозреваю что не только наши системы используются но наши в том числе всякие жкх которые печатают делают вот эти вот квитанции и так далее это то что по россии например более сотни партнеров и продукты локализованы на чуть более чем 32 языка точно не могу сказать потому что под одну платформу одно множество под другую другое множество они естественно пересекаются так ну что ж начнем кстати когда спрашивали меня а какой у вас стартап я сказал что у нас это не стартап поскольку он мы вот в этом году 20 лет празднуем компании началось все в девяносто восьмом году девяносто восьмой год не знаю помните нет тогда вопрос был серии чем вообще в принципе заниматься и тогда появилась дельфи интернет был вот такой один из из маркеров мы чуть чуть старше гугла была такая группа фидору дельфи относительно недавно появилась среда разработки дельфи там было все но генератором отчетов было пользоваться совершенно невозможно бизнес требования были естественно что нужно было делать документы тогда мы сделали в общем-то компонент и дали его комьюнити этот компонент пошел в общем-то очень неплохо я бы даже сказал хорошо то есть народ туда предлагал свои правки предлагал что еще сделать примерно тогда же нам на глаза попалась знаковая статья искусство шеевая александра каталова тоже знаете такая знаковая личность для становления продуктового бизнеса я имею ввиду софт как продукт в россии ну и собственно рынок вот был таким диким туда можно было поставить даже шутка такая была advanced city ejector то есть продукт за который был брались грубо говоря 20 долларов позволяющий извлекать трей сиди из компьютера естественно что потом вся эта пена схвынула и остались в общем то немногие тем не менее рынок был очень дикий интернет несмотря на то что это был даже не adsl идеалаб он уже был и в общем то можно было уже что-то начинать что мы собственно говоря и сделали и она в общем пошло единственное что если ты занимаешься настоящим производством делаешь из этого настоящий бизнес нам вроде как получилось сделать из этого настоящий бизнес то нужно понимать что в одиночку ты не будешь там какая бы у тебя компания не была не сможешь охватить все то есть первое что нужно дотянуться до клиента благо нам удалось на первых порах дотянуться до клиента это тоже самое комьюнити каким-то образом принять деньги мы вот когда с павлом общались он сказал нам интересно когда вы вышли на зарубежный рынок наша история как раз наверное чем интересно что мы сначала вышли на зарубежный рынок и только потом уже стали ставить продажи в россии как оказалось это в общем то тот момент как минимум было проще тоже заключили партнерские связали себя партнерскими отношениями с регистраторами так называемыми и получить эти же самые деньги уже здесь в россии давайте я сверю чтобы ничего не упустить собственно говоря ключевое что сделать сайт и мне попрет вот так не получилось то есть надо было заключать какие-то партнерские отношения и сейчас я чуть чуть больше остановлюсь собственно на партнерах поскольку вот сейчас у нас по всему миру более сотни партнеров это в основном реселлеры это дилеры и дистрибьюторы каждый дистрибьютор приходит либо ты к нему приходишь он раздувает щеки спрашивает а у вас сравнимые не каждый некоторые у вас сравнимые с microsoft объемы или нет если нет то мы с вами работать не будем на самом деле оказалось что и нам такие партнеры не интересны почему вот скажите если у вас есть выбор между большими реселлерами и маленькими кто будет более интересен на самом деле нам интересны партнеры которым интересны мы да то есть в частности у нас отдел продаж отдел работы с партнерами у них задача быть в голове у партнера если партнер большой то у него большой пакет предложений и мы всего лишь один из сотни один из тысячи единственный способ относительно других относительно наших конкурентов у него там мы он видит наши продажи достаточно небольшими поэтому вот нужно его теребить в то время как у маленького в пакете мы можем быть там в десятке соответственно нас сразу просто видно и он заинтересован в том чтобы нас продвигать такие партнеры как интеграторы тут понятно если кому-то кто-то заключает договор с интегратором на комплексную автоматизацию то естественно ему нужен какой-то генератор отчетов в комплекте и производители собственно сред разработки нам в 2011 году удалось заключить договор с эмбаркадера это производитель delphi сейчас по умолчанию по умолчанию в комплекте с delphi идем мы то есть fast report соответственно люди уже привыкают сразу к тому ну собственно к нашему решению которое мы считаем самое лучшее им не приходится переучиваться у них нет боль перелазин нету боли перелазиня с другого так ну значит вот еще по эксклюзиву что хочу сказать у нас было всего две истории когда мы под партнера отдавали целиком рынок государства оба раза это не совсем хорошая история то есть в любом случае если партнер требует эксклюзива на страну на это соглашаться не надо потому что он будет не сильно мотивирован к тому чтобы развивать тебе рынок на самом деле никто кроме тебя самого не мотивирован к тому чтобы развить тебе твой рынок партнер это всего лишь канал который ты будешь использовать не будешь использовать но если это эксклюзивный один канал на рынок то скорее всего это твое слабое звено еще чуть-чуть про партнеров значит мы сейчас в общем-то охватили достаточно практически все континенты единственное что с Африкой там ведем переговоры там достаточно тяжелый рынок мы исходим из того что чем больше продающих партнеров именно твоей аудитории тем лучше соответственно вот сейчас видно что те рынки которые мы лучше охватили естественно они и лучше дают нам результат то есть топ-3 это Россия где самая большая сеть Штаты Германия ну еще в топ-5 входит Китай Китай тоже интересная история там получилось как в самом конце 90-х в начале двухтысячных в Китае рынка софта еще не было Китай в общем-то и продолжает быть пиратской историей тем не менее когда к нам обращались можем ли мы быть вашими реселлерами в Китае мы всегда отвечали да и заключали с ними договор когда в Китае появился рынок у нас уже была партнерская сеть на Китай которая в общем-то вполне нормально работала более того она у нас наверное у одних из первых заработала почему потому что как только мы обнаруживали факт пиратства в Китае мы сдавали эти ресурсы нашим партнерам которые уже там между собой по-китайски разбирались мы говорили ребят вот они забирают ваши деньги ну и собственно говоря тоже история про охват рынка с разных сторон мы охватываем стараемся охватить не только реселлерами мы стараемся обходить обхватить теми же самыми интеграторами и образовательными программами плюс еще есть у нас такие партнеры как которым мы аутсорсим не ключевые для нас компетенции так тоже что нам помогло это получать чужой опыт и делиться своим участие в ассоциациях в конференциях и завязывание каких-то контактов вот собственно говоря из той упомянутой мной статьи Саши Каталова со временем вышла ассоциация ISDF не знаю слышали нет вряд ли слышали да ISDF.org это как раз продуктовщики так же как Руссофт это аутсорсеры те кто занимаются заказной разработкой в общем то очень сильно на первых порах нам помогло конференции по-моему мы дружим Павел не факт ну и теперь я хотел бы рассказать чуть-чуть про грабли на которые мы наступили в процессе работы так во первых мы умудрились выйти на рынок последними в классике говорят что если ты выходишь на рынок где уже есть три мощных крупных игрока то скорее всего ты умрешь еще до того как у тебя пойдут какие-то значимые продажи тем не менее мы умудрились выйти на рынке было уже порядка там четырех-пяти игроков в общем то действительно хорошим продуктом и работой с комьюнити нам удалось захватить делфи рынок практически весь с дотнет рынком там все не так радужно тем не менее в общем то мы наступили на эти грабли продолжаем на них наступать но у нас есть некоторое видение как с этим работать меняющееся законодательство причем законодательство меняется везде значит про европейский НДС слышали про налог на гугл слышали как не смешно это звучит налог на гугл в том числе ударил и по нам в частности у нас был процессинг платежей карточных через зарубежного партнера в результате россиянин покупает лицензию российской же компании с россией мы работаем из россии но через зарубежный через немецкий процессинг и сразу же попадает на НДС потому что между нами и клиентом есть зарубежный контрагент как только мы это перерулили на россию ввели обязательную контроль на кассовую технику поэтому ну в общем примерно понимаете о чем веду речь боль продуктов дополнений в каждом случае мы не являемся каким-то мейнстримом мы дополнение к среде разработки к языку либо delphi либо visual studio поэтому когда нас спрашивают про вашу стратегию развития и цели на 5 лет ну собственно говоря тут иллюстрация это судно на воздушной подушке какая стратегия может быть у продукта дополнения производящего шины естественно мы смотрим за рынком смотрим за тенденциями но именно из-за этого мы не можем сказать что вот мы будем именно это продавать через пять лет во столько-то раз больше так рынок и каналы продвижения меняются что хотел бы показать вот примерно так download.com выглядел в 98 тогда было достаточно раскидать по файловым архивам свой продукт он стал он с хорошим описанием поисковиками выдавался вверху и если человек искал именно это то обязательно выдавал я думаю вы можете предположить что происходит сейчас если вы по файлу архивом по каким-то файлопомойкам раскидаете описание своего продукта знаете нет классический случай google банит то есть вас вообще уберут из выдачи потому что вы будете заподозрены в спаме компонент сорс не знаю пользуетесь нет это такое метро кэш энд керри для разработчиков причем метро кэш энд керри со всех сторон то есть там исключительно компоненты и библиотеки такой ресурс разработческий разработческий с другой стороны для того чтобы войти на полку тебе нужно заплатить для того чтобы они тебя продвигали нужно заплатить нужно предоставить максимальную скидку и они из этой скидки делают скидку в результате ты еще и с ними конкурируешь но они дают достаточно приличный поток входящий поток клиентов но это то что было раньше компонент сорс до сих пор работает сейчас же работают социальные сети реклама через поисковики и паблисити это то что работает сейчас но не факт что будет работать завтра внутренние грабли которые я так же назвал бумерангами это все скажем так болезни роста во первых коммуникации когда мы начинали с двух человек это одно когда компания стала десять человек другое сейчас тридцать человек совершенно третье это это и проблема конфликты внутри коллектива между человеками это разделение на отделы потому что просто ты можешь максимум десятью человеками управлять если у тебя 30 человек то ты уже управляешь руководителями руководителями отделов задача их постановка контроль ну и горизонты планирования соответственно тоже меняются с людьми они взаимодействуют их надо мотивировать их надо где-то брать они хотят расти и вот вроде кто-то уже говорил на этой сессии если вы запускаете внутри компании внутри команды еще один проект то вы на него однозначно кладете полностью еще одного человека хотя бы на поддержку то есть вы всей командой навалились сделали проект запустили это не значит что этот проект сможет существовать как минимум один человек остается на на поддержке и вы не можете на него рассчитывать там в других проектах ну собственно у меня совсем коротко получилось ключевое встань и продай буду рад ответить на ваши вопросы раз есть ли вопросы в зале а да за хорошие вопросы я буду раздавать подарки ура меня зовут владимир вы сказали что дельфи еще живой действительно очень старая технология как вы решаете проблемы роста и мотивации команде на такой технологии на самом деле хороший вопрос спасибо спасибо значит смотрите настоящему программисту на самом деле важно просто формализовать задачу и перерабатывать ее в код на сегодня у нас сто процентов участников команды пишут не на том на чем они писали когда пришли то есть у нас в частности там выкристаллизовалась несколько команд одна поддерживает дельфи направления другая поддерживает дотнет направления ведущий разработчик дельфи направления он пришел он вообще драйверописателем был писал на на сях и на ассемблере в общем то если ты даешь интересные задачи интересную работу то в общем то это основная мотивация то есть оно должно быть интересно окей я понял спасибо туда Михаил меня зовут Алексей вопрос такой вот вы рассказывали что продажи осуществляются через партнерство в основном а кто у вас физически с партнерами работает россияне они сидят в россии или где-то есть по миру раскиданы отличный вопрос значит основной отдел по работе с партнерами у нас находится в россии то есть коммуникации электронные коммуникации голосом но из россии ну и плюс еще у нас естественно есть в штатах в александрии офис то есть для штатов для европы мы выглядим американской компанией Миша у меня вопрос такой ты в анкете писал что идея пришла сразу после университета да и вы с друзьями решили сделать компанию идея то в общем то не такая уж и тривиальная про генератор отчетов и так далее вот как студенты пришли к такой нетривиальной идее я понял Павел тоже захотел кепку спасибо значит тут на самом деле есть небольшой секрет мы еще в вузе начали работать писать заказные программы и в программах там был во всех бизнес программах была необходимость вот формирование документов формирование отчетов поскольку это необходимость была то ее надо было как-то закрыть квик репорт ее не закрывал пользоваться им было ну мягко говоря сложно поэтому пришлось сделать свое и дальше уже в общем то сначала мы отдали в комьюнити получили фидбэк когда оно уже разрослось и надо было выбирать либо занимаемся только этим либо занимаемся там своей какой-то работой то подтянули собственно превратили это в работу насколько вы страдаете от того что вы российская компания это первый вопрос а второй как вы участвуете в выставках и помогают ли они вам отличные два вопроса значит ну мы не только российская компания да поэтому мы не страдаем более того вот всякие там кризисы 2008 года 2014 года они отлично демпфировались именно благодаря тому что мы работаем на всех рынках это несколько лет назад мне стало интересно а есть ли страна где мы не продаемся естественно что ну я предположил что это может быть северная корея и куба так вот в одной из них у нас продажи так и были кто угадает в какой а вот нет к моему удивлению у нас в кубе не было продажи а в северной корее одна была значит подождите второй вопрос был про выставки и конференции значит как я уже говорил рынок меняется да когда мы начинали можно было просто сидя на кухне по диалапу работать через интернет и в общем то продавать на весь мир не привлекая внимание санитаров сейчас уже есть выкристаллизовались множество специализированных конференций множество ивентов для дельфи для дотнета и в общем то для скажем так узнаваемости для того чтобы просто людям рассказать о том что ты есть нам приходится ездить по конференциям по всему миру собственно вот в начале ноября мы едем в германию это не мы я еду то есть у нас план командировок там десятки конференции в квартал в декабре в штаты и сейчас уже доходит до того что у нас людей не столько сколько конференций на которых нам надо было бы быть то есть мы опять будем что-то с этим делать ну вот сейчас в частности по направлению дельфи у нас уже появились такие амбассадоры которые сами рассказывают про наши продукты на дельфийских ивентах по дотнету еще не настолько а так естественно помогают михаил а можете вот оглядываясь назад оценить сказать где были какие ну какие моменты были когда просто повезло потому что я так понимаю что многие все таки наверное делали в том или ином виде генератора отчетов но популярными стали вы насколько процентов повезло где в чем и в чем был как раз вот залог как сказать результат следствия трудолюбия в чем результат просто удачи какой то а вот фиг его знает ну на самом деле да то есть в чем повезло мы не знали некоторых сильных конкурентов когда ты их не знаешь да ты ты о них не подозреваешь и ты думаешь ну я то вышел сделаю я буду самым крутым а вот закономерно то что мы сделали и действительно это получилось в чем повезло опять же вот не знаю повезло или закономерно то есть мы открытые мы коммуницируем постоянно в частности он значит там цепочка знакомств оказалось через которую мне удалось провести вот этот elevator pitch директору эмбаркадера который приехал в москву и спустя два года с нами был заключен договор о поставке в составе делфи именно fast report вместо rave reports так что как случайности не случайны да про что на самом деле да можно поподробнее детали если можно да как как был заключен этот договор получилось таким образом что поскольку мы по россии достаточно уже были развиты и по россии и в мире известно да но в россии мы плотную хорошо были знакомы с офисом борланд который потом стал офисом эмбаркадера и когда приехал руководителем эмбаркадера знакомиться с офисом мне сказали хочешь с ним пообщаться я сказал конечно хочу но вот завтра он прилетает я купил билеты сделал документ о двух листах и кратенькую презентацию и вот буквально во время обеда он ел я ему показывал и вот оставил эти два листика более подробно такой ревейтер пич был за завтраком такой вопрос я так понимаю вот 20 лет вы делаете плюс минус одно и то же все время да ну а вообще насколько это весело и вообще как вы решаете вопрос внутренней мотивации каким образом спустя 20 лет вы продолжаете то же самое делать и как бы в своем ну в нормальном состоянии пребываете так вот с одной стороны человек получил последнюю кепку да а с другой стороны у меня еще ручки есть смотрите тут в принципе у нас каждый занимается тем чем интересно да если ему не интересно то он уходит из компании а я на самом деле не одним и тем же занимаюсь то есть в какой то момент мне было интересно работать с комьюнити с десятками комьюнити онлайн мне было интересно поставить бизнес процессы когда я поставил эти бизнес процессы я поставил на них людей сейчас мне интересно например ездить по миру и рассказывать о наших решениях продуктах то есть оно действительно разное компания там тогда еще слова такого не было до стартап из двух человек и компания уже из 30 человек то есть те же самые офисы координировать то есть оно другое на самом деле другое и более того вот ребята в компании тоже растут и у них тоже меняются и компетенции и интересы так что действительно интересно здравствуйте спасибо за доклад у меня к вам такой вопрос на ранних этапах у вас была очень небольшая команда и отчасти вы разграничивали наверное ответственность ну разных людей получаются разные вещи по-разному вот как вы и не всегда не сходятся во мнении если их там компетенции примерно в каких-то вопросах совпадает ну или там мало отличается тем более что вы говорите что вы про многие области не знали совсем вот как вы решали эти вопросы не перессорились там между собой когда все только начинали сам до сих пор удивляюсь на самом деле вот обычно истории когда есть два сооснователя в конце концов они где-то должны посраться да и один уйти вот фу-фу-фу-фу фантастика помогает ли вам как-либо государство вашей деятельности в частности российский экспортный центр сколько звали или нет блин жаль кепки не осталось значит с российским экспортным центром у нас долгая история они пытаются но мы очень узкий вертикальный рынок а российский экспортный центр ему интересно что-то глобальное то есть мы перечит в частности пересылаем российскому экспортному центру вот у нас было два запроса первые на ивенты участие в ивентах и второй на подбор партнеров в индии как мы знаем индия это центр мирового аутсорса то есть там явно есть программисты и мы трафик этот видим но мы не можем его монетизировать нам нам нужны партнеры в индии но партнеры которые занимаются продажей для разработчиков российский экспортный центр это наверное еще история про русском надзор значит российский экспортный центр заходит в linkedin они что-то знают и ищет партнеры которые занимаются айти выдают нам вот такой лист наш менеджер по работе с партнерами заходит смотрит этот лист и говорит они они продают компьютеры они продают там железки это системы там системные интеграторы в сторону железяные в лучшем случае они продают там офисное пау но они не про нас то есть в этой части случился фейл с конференциями мы выдаем список специализированных конференций которые по большому счету кроме нас никому не интересны российский экспортный центр смотрит ему грустно становится и говорит ну да вот да но нам интересно отправлять там совместным цены стендом на цепит какой-нибудь или вот на такие там большие конференции где куча народа то есть где можно купить здоровенный стенд то есть точечно не получается то есть люди хотят помочь но не тот уровень скажем так гибкости сколково ну я не знаю зачем нам сколково здравствуйте опоздал немножко может быть что-то повторюсь вот вы говорите есть несколько каналов продаж или каналов распространение считаете ли какие-то метрики по ним то есть какие каналы выгодны какие нет насколько ли все на уровне ощущений если не считаете то как вы думаете просто не успеваете или если считать насколько это важно вообще пояснить пожалуйста как оценивать канал спасибо значит ну я уже показал да там слайд был что лучше получить 50 процентов от 100 долларов чем 0 процентов от скольки чем сто процентов от нуля то есть в нашем случае с одной стороны у нас не бывает убыточных каналов с другой стороны для этого нам нужно постоянно собственно говоря работать на то чтобы ну на узнаваемость то есть этот канал просто в любом случае он приближает к нам клиента потом даже если этот клиентом ну грубо говоря был получен в убыток он уже если это допустим дотнет то он продлит подписку через год если это делки то там цикл разработки чуть-чуть другой но он купит новую версию то есть в общем то убыточных нету если я правильно понял вопрос убыточных нет это хорошо да там приехали раздали 20 визиток один откликнулся но может надо было ехать другое место а это вы про конференции я говорю до конференции про социальные сети так далее оцениваете ли вы какой-то эффект от этого мероприятия фидбэк как каком-то образом считать или нет и как именно считать ну собственно говоря вот как только он попадает к нам в воронку мы начинаем его считать трекать и другое дело что по некоторым вещам во первых во первых это проблема вот битуби те люди которым нужно которым нужен ваш продукт и те люди которые покупают это два разных человека и куку не засадишь чтобы отследить мы видим два хороших потока первый поток они приходят к нам на сайт они качают реальную версию они документацию качают они несколько раз заходят потом они уходят что с ними стало приходят другие пришли на сайт купили ушли то есть вот то что мы не видим руководители отдела разработки team lead и они попробовали повертели пришло время нового проекта они заказывают в отдел закупок нам нужна лицензия fast report после этого приходит отдел закупок покупает и получается их не вот так наздря в наздрю не получается скомперить мы в общем то на всякие хитрости идем тем не менее ну какую то часть удается там по компании откуда пришли какая-то часть вот они не знакомцы фактически до стараемся но так что прям вот все сто процентов отследить не получается михаил два вопроса можно первый вопрос вот если это не сильно большая коммерческая тайна вот вы продались производить дэлфи это как бы замечательный ход наверняка у вас есть ежегодная там техническая поддержка там разработка и так далее вот этот контракт и все остальное вот они в какой пропорции хотя бы грубо значит спасибо смотрите я могу сказать что сейчас там рынок дотнет и рынок дэлфи приносят примерно одинаковые объемы вот интересно один якорный заказчика много-много мелких вот они вот ну просто меня есть гипотеза что например этот якорный может там в два раза чем остальное быть лучше нет у нас у нас вот этот принцип парета не работает то есть 80-20 нету ну ладно тогда второй это скорее вот работа с эмбаркадера в дэлфи это в общем-то пиар-канал продвижения на каждый компьютер в том числе где есть пиратская версия по россии в частности мы продаемся в том числе через тех же партнеров через которых идет дэлфи и российские российская эмбаркадера иногда мне звонила и говорит слушайте как так получается мы лицензии продаем меньше чем вы то есть грубо говоря пират в адельфи было выше чем пират фаст репорта второй вопрос вот за всю историю вы наверняка смотрели разные модели монетизации за что получать деньги с кого а к чему сейчас пришли и от чего вы отказались в принципе значит смотрите мы продолжаем тестировать гипотезы то есть нельзя сказать что вот мы остановились на этом и больше никак не будет другое дело что вот что дэлфи что тот нет казалось бы очень очень близкие тем не менее по дэлфи у нас идет оплата по релизам у нас цикл разработки примерно два года на версию в дэлфи то есть оплатил релиз получаешь апгрейты следующий релиз со скидкой оплачиваешь по дотнету идет подписка и там цикл разработки у нас четыре релиза в год идет то есть принципе разные рынки они нас чуть чуть по-другому заставляют но так как привык клиент на этом рынке делать а почему подписка не вошла вроде казалось бы универсальный механизм значит дэлфи появился раньше чем подписка то есть мы планируем через пару-тройку лет переводить дэлфи пользователя на подписку но примерно то есть подсчитали что вот на сегодня это будет нехорошо через два-три года это будет уже нормально какие самые жесткие действия страны ваших конкурентов вы так скажем испытывали то есть какие-нибудь судебные иски там арест компьютеров на выставке там и так далее значит ну ну были то есть вот арестов и там исков не было да но был черный как черный пиар что якобы мы какие-то технические решения взяли у конкурентов причем у достаточно мощного конкурента о котором мы до этого даже не знали дело в том что внешне это должно быть похоже на офисное пао все мы знаем допустим борт или open office и может показаться что те же самые там иконки выравнивания текстов например что они похожи и прямо была вот такая атака но это было достаточно давно там пришлось работать напрямую с лидерами мнений и выходить говорить что я значит покажите мне пожалуйста хоть один участок кода который был бы хоть как-то похож при этом сами эти конкуренты они купили у нас лицензию для того чтобы изучить нет ли там их ну естественно что для того чтобы изучить то есть не для того чтобы отчеты клепать это было бы странно изучить нет ли там ворованного кода у них еще вопросы михаил скажите а как вы считаете распространение пиратских версий вашего по помогает продвижению вашего продукта потому что бытует менее что та же windows да допустим но там ситуация несколько иная человек себе поставил на компьютер и к нему не придет там шестой отдел и не конфискует его потому что он это в личных ну ему он не интересен органам вот а в интерпрайз разработки если приложение пошло в продакшен они в любом случае купить лицензию абсолютно верно да вот помогает ли вам пиратская версия в распространении да помогает более того значит иногда бывают очень интересные случаи когда продакшен она уже пошло какой нибудь в общем-то производитель с мировым именем а там внутри fast report и мы это видим и нам это нам спрашивают либо какой-то другой наш клиент что вот смотрите fast report еще они используют либо они в техподдержку начинают писать там очень интересные случаи получаются еще есть вопросы в вашей компании доводилось подавать в суд на кого-то сидит с вашей деятельностью значит мы обычно собственно смотрим насколько что мы от этого хотим хотеть на самом деле можно либо денег либо пиара так и собственно говоря какие наши затраты на это пока потенциальная выгода не перевешивает потенциальных затрат в любом случае мы у нас было несколько случаев до судебных писем отправляли либо ну решали это скажем так до суде до судебное письмо это уже с привлечением юристов либо это решается еще скажем так на уровне менеджмента то есть менеджер там по работе с партнерами пишет ребят вы нарушаете лицензию вы используете наш продукт не так как описано в лицензию в лицензии у вас есть два выбора либо в прокуратуру да либо в загс давайте мы по-доброму по-хорошему заключим партнерку вы задним числом вот эти вот лицензии оплатите конвертируете которые вы уже поставили людям конвертируете в законную область и дальше мы рука об руку пойдем у нас несколько таких случаев было ну и кстати тоже из смешного был один крупный клиент российский который допустил пиратство своей лицензии грубо говоря в лицензии светится кому кому она выдана мы их отключили от продления они начали очень жестко пытаться нас прессовать мы писали что вот это лицензия ваша вот здесь вот об этом написано если хотите мы выведем это в публичную область как большая компания значит молодую российскую там гордость софта строения вот так вот обворовывает вам надо нет и похожий случай по времени близко про это произошел с китаем тоже большой большой китайской большой китайский клиент видимо какой-то программист посчитал себя робин гудом и раздал на пиратские ресурсы также отключили китайцы обращаются мы говорим вот ваша лицензия лежит там то можете сверить через некоторое время китайцы пишут да все верно все подтвердилось значит виновные расстреляны можем ли мы купить другую лицензию еще один вопрос немножко больше из области программирования не секрет что сейчас область dotnet и delphi они не являются единственные соответственно веб потихоньку заходит в область десктопных приложений соответственно как вы принимаете решение расти вам в новые вот эти открывающиеся горизонты или расти вглубь именно вот этих вот двух платформ и вширь не по языкам программирования и платформам а по континентам и странам ну понятно что проще расти вширь по континентам уже имеющимся решением тем не менее вот веб мы поддерживаем но все равно отрываться от ядра нюанс в том что для обеих платформ у нас нативные решения то есть это не black box и грубо говоря это не dll ки скомпилированное это полностью компоненты source code если для delphi то на delphi если на платформу dotnet то все шарпе тем не менее у нас есть допустим дизайнер отчета написанный полностью на джейси который работает вообще на любой платформе визуальная визуальный дизайн взаимодействующий именно серверной частью то есть так чтобы полностью переписаться на какой-то веб чем допустим microsoft dotnet core не веб который тоже кроссплатформенный то есть мы смотрим еще и скажем так по привычкам клиента платить то есть тот же dotnet там enterprise там они уже приучены платить веб он достаточно такой бурлящий то есть в нем слишком 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 много всего непонятно куда именно двигаться где именно платежеспособный клиент в таком ключе наверное последний вопрос если есть михаил спасибо вам спасибо спасибо